Великая Армения Хотя и до этого христианство было широко распространено в Армении. Принятие христианства было связано с постоянными нашествиями иранского правителя Шапура I, а было принято для объединения народа. Одесское царство, несмотря на свою кратковременную независимость, оно находилось то под властью Македонского, а некоторое время было под Великой Арменией, тем не менее царство стало одним из первых государств, признавших и принявших официальное христианство на своих землях. По христианским преданиям царь Абгар V лично переписывался с Иисусом Христом, а с началом II века христианство проникло и на подвластные ему земли. Точной даты принятия христианства нет, но некоторые историки называют Одесское царство первым государством, принявшим христианство, хотя большинство исследователей первенства дают все-таки Великой Армении. Иберия, историческое государство грузин вслед за Арменией, приняло христианство в 326 году. Возникло государство в III веке до н.э. и просуществовало до VI века, хотя последние века своего существования находилось под вассалитетом у персов. Принятие христианства было также обусловлено давлением персов на государство, так буквально годом ранее христианство стало официальной религией Римской империи, потому империя могла рассчитывать на поддержку Рима. Отношения христианства и Римской империи были сложными, несмотря на то, что христианство в ней зародилось. Римская империя, будучи языческой страной, всячески притесняла христианство с момента его появления. Над первыми христианами и их общинами римляне жестко расправлялись, но шли годы, Римская империя ослабела, а христианство набирало силы. По тому же императором Константином Первым христианство было введено как официальная религия, Константин стал строить церкви в Римской империи, а также был крайне благосклонен к христианству, что даже приказал уничтожать языческие храмы. Однако стоит заметить, что именно принятие христианства ускорило падение Римской империи и стало одной из главных причин падения. Следующие две страны, образовавшиеся в результате Римской империи, по сути просто продлили традиции своего предка и также приняли христианство. Речь идет о Западной Римской империи и о Византии. Интересно, что в список первых христианских стран также войдет Аксумское царство, располагающееся на территории современной Эфиопии. Государство было создано в первом веке нашей эры и превратилось в Эфиопскую империю в 10 веке. Христианство там было принято в 330 году, несмотря на то, что в стране пользовались популярностью и другие религии. Тот же иудаизм был там еще до появления христианства. Во времена раскола христианства Эфиопия поддержала греков и потому церковь там стала православной, хотя и сохранила собственные традиции. Любопытно, что и сегодня в Эфиопии большинство населения исповедует православие. И на этом все. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте лайки, делитесь этим видео в социальных сетях. Пока!